Советский военный деятель, организатор партизанского движения, разведчик и диверсант Илья Старинов в ноябре 1936 года был направлен в командировку в Испанию, где в это время шла гражданская война. Законное республиканское правительство, которому помогал Советский Союз, пыталось подавить фашистских мятежников под командованием генерала Франка, которому помогали итальянцы и немцы. Илья Старинов, как крупный специалист, стал советником одного из партизанских отрядов и под его руководством в тылу фашистских войск успешно стали подрываться мосты и пускаться под откосы эшелона с техникой и живой силой противника. Самой, наверное, крупной удачей было уничтожение таким способом состава со штабом итальянской авиационной дивизии. Но две операции советского диверсанта отличались по изяществу исполнения, выдумке и пугающей простоте их выполнения. Один раз силам республики надо было уничтожить железнодорожный туннель в тылу врага, по которому фашисты получали эшелоны с боеприпасами и личным составом. Это был важный в тактическом смысле объект, который уже пытались штурмовать республиканцы, и который вследствие этого теперь охранял целый батальон. Казалось теперь, чтобы уничтожить туннель, его нужно было штурмовать целым полком, но голь на выдумку хитра и обошлись всего одной партизанской группой, тротилом и старой покрышкой. Старинов просто между рельсами положил автомобильную покрышку, начиненную пятью десятью килограммами взрывчатки, и к ней привязал отрезок стального троса, сделав его в виде петли. Очередной эшелон с боеприпасами, который выскочил на большой скорости из-за поворота, зацепил эту петлю и уволок автопокрышку с собой прямо в тоннель. Одновременно с этим партизаны из кустов закидали эшелон бутылками с горючей жидкостью. В тоннеле сработали два терочных воспламенителя, раздался приглушенный хлопок взрыва и эшелон с боеприпасами, горел и взрывался несколько суток. Тоннель оказался завален, а рельсы расплавились, и их потом противнику пришлось вырезать автогеном и взрывать динамитом. Могли ли мятежники даже предполагать, что роковую мину втащат в туннель их же поезд? Второй оригинальной диверсией сапера Старинова был подрыв стены старого монастыря Лаверхен де ла Кабесса, который занимали войска франкистов. Он вонзался в республиканскую территорию и был отличным плацдармом как для дальнейшего наступления, так и для обороны. Ни артиллерийский обстрел, ни даже бомбежка не причинили существенного вреда гарнизону монастыря. Толстые стены и крепкие своды подвалов обеспечивали врагу надежную защиту. Тогда для решения данной задачи решили использовать диверсантов. Они должны были ночью подойти к обители и взорвать каменную стену, но саперы запротестовали. Скорее всего, их бы перестреляли еще задолго до того, как они подошли бы к стене. Да и нести надо было большое количество взрывчатки, а этой малой группе пришлось бы ходить туда-сюда несколько раз, что еще более снижало выживаемость диверсантов. Но выход был найден, Старинов положился на невежество фашистов и незнание ими мифологии о троянском коне. Через два дня на тропинке появился мул, груженный ящиками для патронов. Сверху на нем ехал всадник-республиканец, который якобы заехал не туда. Он страстно пытался направить животное в другую сторону, но глупый мул все равно шел прямо к монастырю. Франкисты открыли огонь из винтовок со стен обители, и неудачник скатился с мула и убежал прочь. Животное же, потерявшее седока, стало возле дороги щипать травку, а потом пошло прямо к воротам крепости. Это был необычный мул, а недавно отбитый у франкистов. До этого же он жил в этом самом монастыре, и поэтому местность ему была знакома. Фашисты, недолго думая, впустили животное внутрь и в нетерпении открыли ящики с добычей. 20 килограмм динамита, обложенные гвоздями и кусками железа, вмиг разметали все, что было у ворот. И в тот же самый момент на штурм пошел третий испанский республиканский батальон, который ворвался внутрь. Мятежники не успели даже открыть огня, и поэтому батальон дошел до ворот монастыря без потерь. Но внутри завязался жаркий бой, который длился целых двое суток и закончился победой республики. Правда, в этой истории животное все-таки немного жаль. Илья Старинов под конец войны в Испании уже являлся советником целого партизанского корпуса, численностью в 3000 человек. Там он разработал многие методики и тактики ведения диверсионной и партизанской войны, которые пригодились ему уже во время Великой Отечественной. Подписывайтесь на канал, и вот вам напоследок задачка. Найдите на фото испанца-революционера, который, ну, очень похож на Бандераса. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok